В секторе литературы по дизайну научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Тюменские памятники и мемориалы». Книжно-иллюстративная выставка посвящена 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Тюмени памятников и мемориалов насчитывается 112. В центре расположены книги, которые рассказывают о творчестве тюменского скульптора Николая Васильевича Распопова, автора любимого тюменцами памятника «Прощание». Вот этот хрупкий памятник рассказывает о том, что на следующий день после выпускного вечера тюменские школьники надели шинели и ушли на фронт. И большинство из них так в Тюмень и не вернулось. На выставке представлены искусствоведческие монографии, которые посвящены советской монументальной культуре 60-х-80-х годов. Впервые в то время очень ярко прозвучали работы тюменских скульпторов, посвященные теме победы, подвига народного, победы над фашистской Германией. И, конечно, художественно-исторический барельеф «Тюмень» победителем скульптора Тютюника. Если мы его рассмотрим, этот барельеф рассказывает о от первого до последней страниц войны. Образы, символы войны, узнаваемые понятия. И вдруг мы видим, что начинается барельеф с первого, с ноябрьского парада, когда уходили на фронт, московский парад, и заканчивается парадом победы, когда наши победители бросали к мавзолею знамены поверженной фашистской Германии. Но здесь, обратите внимание, на этом барельефе стоит мать Пестинея Степановна Перевозкина. Она отдала родине 11 сыновей, и 9 из них погибли, не вернулись домой. Поэтому вот в этом барельефе образ матери, как образ свечи, и к ее ногам бросают эти знамена благодарные воины, благодарная Родина и страна наша.